В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Красногвардейская, Гурова и Боброва, Карасева и Осипенко, Московская, Суворова и Волгоградская. Благоустройство города Бреста находится в активной фазе. Специалисты дорожно-эксплуатационного предприятия работают без выходных. Открытый диалог, эффективный способ решения актуальных вопросов, поиска разумных путей развития в различных областях. Губернатор края встретился со студентами Брестского государственного технического университета. Батальонные тактические учения на полигоне Брестки. Участие в комплексном мероприятии приняли военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады и подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Основа и венец нашей веры – воскресение Христово. Православные христиане готовятся к празднованию Пасхи. Главное в ожидании праздника – подготовить душу, дать мыслям особый настрой, чтобы соборно всем миром встретить светлое воскресение добрыми делами. Об этом и не только прямо сейчас. В первом материале выпуска речь пойдет об одной из самых актуальных весенних тем – благоустройстве. В настоящее время в областном центре Брещена работы по наведению порядка на земле, улучшению дорожной и транспортной инфраструктуры находятся в активной фазе. Съемочная группа нашего телеканала проехала по городу над Бугом и понаблюдала за работой тех, кто делает город комфортнее и краше. Подробности в материале Анастасии Стропко. Специалисты дорожно-эксплуатационного предприятия работу по поддержанию транспортных артерий города над Бугом в надлежащем состоянии ведут круглогодично. Однако в весенний-летний период процесс этот имеет повышенную интенсивность. Как только начала позволять погода, дорожники приступили к ремонту наиболее проблемных участков. Уже сегодня новый слой асфальта лежит на двух отрезках улицы Красногвардейской – между Гурово и Боброво, а также между Карасева и Осипенко. В настоящее время здесь ведутся работы по благоустройству пешеходной зоны. Ремонт был произведен с заменой бортов дорожных, тротуарных. Мы укладываем плитку, делаем пешеходные связи. Высокий процент изношенности из-за постоянного потока большегрузов. Так можно было еще недавно охарактеризовать правоповоротную полосу на улице лейтенанта Рябцева в сторону деревни Тюхиничи. Сегодня здесь, к слову, как и на похожей правоповоротной полосе с Суворова на Волгоградскую, лежит свежий асфальт. Наиболее проблемные места, а это была правоповоротная полоса с улицы Суворова на Волгоградскую, она уже не подлежала никакому яморночному ремонту. Мы ее связали и сделали новое дорожное покрытие. Также мы поступили с правоповоротной полосой с улицы Рябцева на поворот в сторону деревни Тюхиничи. Большая реконструкция полным ходом идет на Московской. Сейчас в центре внимания участок от 28 июля до Шлюзовой в сторону выезда из Бреста. Менять дорожное покрытие будут на всех четырех полосах. Как и на всех улицах мы обследуем продольные, поперечные уклоны, абсолютно все колодцы, ливнеприемники, все ревизируем, меняем критоперекрытие, меняем люки, вводим их на нужный уровень и с наступлением благоприятного периода будем менять верхний слой асфальта. Как только закончатся работы в направлении выезда из Бреста, дорожники развернутся в обратную сторону от Короны до перекрестка с Пионерской. В ближайшей перспективе приведение в надлежащее состояние улиц, которые должны разгрузить Кобринский путепровод на время его реконструкции. О том, как будет устроено движение в период строительства не так давно в ходе городского субботника, рассказал мэр города Александр Рогачук. Мы готовим уже альтернативные варианты дорожного движения с учетом тех трудностей, которые будут при пересечении Кобринского путепровода. Потому что, скорее всего, там будет ходить только лишь общественный транспорт, поэтому важно подготовить трафик личного транспорта через Секорского на Пушкинскую и по набережной Скорины, вот сюда, в район улицы Спокойной и ЦМД. Поэтому там тоже будет сплошное асфальтирование. К слову, процесс благоустройства в настоящее время переживают не только транспортные артерии и дворовые территории областного центра. Приближается пляжный сезон. И хотя в это пока верится с трудом, но будет по-настоящему жарко. Горожане потянутся ближе к воде. Уже сегодня дорожники занимаются приведением в порядок городских пляжей. К маю эта работа должна войти в завершающую стадию. Работы уже давно идут полным ходом. И они сейчас еще ускоряются. Мы уже почистили всю акваторию, сделали водолазное обследование, вывезли весь этот ил. Вот. И все красим, монтируем на места те формы, которые мы на зиму демонтировали и убирали. Еще есть моменты, которые нам написали предписание. Это строительство душа, питьевая вода. Вот. И мы этим тоже занимаемся. Есть проекты, есть финансирование. И до 1 мая, я думаю, что в основном мы все работы сделаем. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. Открытые диалоги чиновников с населением давно зарекомендовали себя как эффективный способ решения вопросов актуальных. Поиск разумных путей развития в различных областях, будь то образование, медицина или спорт. Молодежь – самая активная часть общества, и она всегда заинтересована в реализации своих знаний и интересов. Взяв во внимание все эти неоспоримые факты, председатель Брестского обл. полкома Анатолий Лис старается не упускать возможности пообщаться с юношами и девушками. Конструктивный диалог, как показывает практика, полезен для двух сторон. Губернатор области посетил Брестский государственный технический университет и пообщался со студентами. Ответил на их вопросы и рассказал, чем и как живет регион. Интересных тем было затронуто немало. Обо всем этом подробнее в сюжете Софии Бережной. Исчерпывающее вступление губернатора области о планомерном развитии Брещины, а далее и первые ответы на вопросы, и уже сразу в зале технического университета поселилась атмосфера спокойствия. И это несмотря на изначальное волнение со стороны ребят. Что неудивительно, беседовать им предстояло с главой региона. Анатолий Лис сразу расположил аудиторию. Тон диалогу был задан. В числе первых тем, поднятой в ходе встречи, была актуальная сегодня декрет номер три президента Республики Беларусь. Дальновидные студенты поинтересовались о том, стоит ли им опасаться быть невостребованными, нетрудоустроенными после окончания вуза. Спросили о количестве рабочих мест, об организациях, нанимателях. Губернатор предупредил волнение будущих специалистов, обнадежив вопрос занятости под контролем. Ответ был подкреплен убедительной статистикой. Имея сегодня безработных, у нас есть четыре тысячи свободных рабочих мест, на которые люди не хотят идти, устраиваться на работу. И я вам называю, нам нужны сегодня врачи, нам нужны сегодня медсестры, нам нужны сегодня швеи. Сельскохозяйственные предприятия, которые они востребованы, в том числе и строители, если вы относитесь к категории строителей, я говорил, нам строители нужны. Четыре тысячи строителей сегодня нужно на констанции, пожалуйста. Но нужна квалификация. И нужно там выработка очень серьезная. Тогда будет уже актуально. Студенты технического университета осведомлены о ведущих отраслях, успешно развивающихся в регионе. Вопрос из зала был таков. На что помимо сельского хозяйства ставит акцент и губернатор? Рассматривая эту тему, Анатолий Лис не применил привести цифры и обозначить, что по многим направлениям Бречна занимает лидирующие позиции в республике. Например, животноводство. Не обошлись стороной показатели экспорта и импорта продукции. В перспективе по-прежнему повышение экономического потенциала области. Какие направления мы будем развивать? Прежде всего, мы сегодня слабо используем добычу и переработку местных природных ресурсов. И на ее основе развития различных производств. У нас есть крупнейшее предприятие гранит. Вы знаете о нем. Это добыча и переработка гранита. Мы начали реализацию инвестиционного проекта по разработке карьеров на базе месторождения Ситинска. Не обошли стороной и вопрос реализации безвизового режима. Анатолий Лис констатировал за два года действия его на территории Национального парка Беловежская пуща. Шансом побывать на Брещене воспользовались почти 7,5 тысяч иностранных туристов из 28 стран. И эти цифры заставляют смотреть в будущее. Брестским облсполкомам было выдвинуто предложение о распространении безвизового режима на погранпереходы Домачева и Пещатка. Предложение о создании нормативного акта в рассмотрении. Перспективы, по мнению губернатора, отличные. Мы, естественно, обратились к тысячелетию города, который мы будем отмечать, чтобы и нам предоставили такого права пребывания граждан на территории не только Беловежской пущи, но и прилегающих территорий, это Калинецкого, Кружанского, Калинковского района и города. Он сегодня прорабатывается, мы согласовываем с Министерством спорта и туризма, потому что у нас это Министерство занимается этими вопросами. Практически, я думаю, что согласие мы такое получим. Диалог в целом получился насыщенным. Охват тем был широким. Все по существу, все со знанием дела. Студентами было задано порядка 30 вопросов, и на каждый получен ответ. О пользе встречи говорить не приходится, так же, как и о впечатлениях молодежи. Я думаю, что это правильно, что такие встречи у нас проводятся, такие встречи должно проводиться больше, чтобы студенты и власть общались вместе. Это показывает, насколько власть наша близка к студенчеству, к народу. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания, БУК-ТВ. О других событиях. 11 апреля на полигоне Брески стартовало батальонное тактическое учение. Участие в комплексном мероприятии принимали военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады и подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. За несколько дней голубым беретом двух государств предстояло совершить марш в назначенный район под прикрытием воздушно-поисковой штурмовой группы, десантироваться из вертолетов Ми-8, отработать ряд вопросов, касающихся блокирования и уничтожения незаконного вооруженного формирования условного противника. Об итогах крупномасштабного мероприятия и его главных фазах подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Старт батальонному тактическому учению был дан непосредственно на полигоне. Именно здесь военнослужащие Белоруссии и России провели целую рабочую неделю. С приветственным словом к ним обратились представители местной вертикали власти, а также командование части и руководство учениями. Работать все это время брестским и рязанским десантникам предстояло плечом к плечу. И в этом есть особый символизм. Мне особенно приятно сегодня приветствовать на этих учениях военнослужащих из Российской Федерации, из нашего города Побратима, города Рязани. Наверное, это очень символично, что города Побратимы сегодня вместе в полевых условиях куют военную выучку, взаимодействуют. Более 50 единиц техники и порядка 500 военнослужащих. Таков качественный и количественный состав участников очередного батальонного тактического учения. Одна из главных задач – достижение точечного детального взаимодействия в вопросах специальной подготовки. Это нормальная практика, и так должно быть. Мы обнимемся опытом. Много опыта у Российской Федерации, который нам необходим и нам интересен, конечно же. Тактика действий наша отличается немного от тактики действий военнослужащих войск. Поэтому и им интересно. Основная цель учения – это взаимодействие между нами, чтобы мы понимали друг друга уже не просто, а, как говорится, полуслова. Что, в принципе, уже это дело просматривается. Опять же, динамическая обстановка будет создана такая, чтобы не пришлось скучать, как говорится, подразделениям. И много будет зависеть от командиров. Командиров от их нестандартного мышления, принятия решений правильных, вовремя. Выдвижение в зону деятельности условного противника, совершение марша с использованием техники, состоящей на вооружении, десантирование – тема для военнослужащих не новая, однако требующая детального закрепления. Особым блоком стоит командная работа в деле совершенствования системы захвата населенных пунктов. Здесь задействованы лучшие силы и используются только специальные тактические комбинации. В первую очередь, это должны быть уже подготовленные бойцы, которые прошли какую-то первоначальную подготовку, скажем так, потренировались немного, конкретно знают цель, задачи, способны выполнить эту задачу. Ну, а людей, как бы, конкретно применительно к этой задаче хватило бы, ну, человек 15-20. На выполнение учебного задания «Захват города» отводится порядка 20 минут. Это то время, когда важно показать все, чему обучают десантников на протяжении не одного месяца – точность и меткость стрельбы, слаженность в технике сопровождения, грамотная расстановка сил. Проверку в таком испытании проходят не только солдаты, но и командиры, ведь именно здесь проверяется умение взаимодействовать. И если сработали военнослужащие слаженно и быстро, то и результат будет соответствующим. Сталь, сталь, январь, прием! Задачу выполнил, прием! Здесь надо тренировка и слаженность коллектива. То есть военнослужащие должны быть слажены, чувствовать друг друга, оказывать друг другу поддержку. Так как мы часто этим занимаемся, данным элементом, да, все у нас получилось. Ну и в данном случае была небольшая такая сложность, что приходилось действовать совместно с разведательным взводом Российской Федерации. Ну, как бы, с ними согласовали все моменты, немножко потренировались, и все у нас получилось. За эти несколько дней брестским и рязанским десантникам удалось отработать целый комплекс специальных мероприятий. Подготовка военнослужащих продолжится на местах. Используя полученный опыт, подразделения двух государств будут работать дальше. А насколько новый урок будет ими закреплен, покажут следующее учение. Анастасия Нездрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Новости культурной жизни областного центра. Из года в год копилка профессиональных достижений молодых талантов Брещины пополняется новыми титулами и победами. Одно из последних наиболее ярких доказательств вышесказанному – следующий материал выпуска. Речь пойдет о юной и талантливой, разносторонне одаренной девушке-музыканте, которая две недели назад привезла в город над Бугом победу с престижного международного конкурса фестиваля искусств «Венские звезды-2017». Съемочная группа нашего телеканала заглянула в детскую музыкальную школу искусств номер один города Бреста, где каждый день проходят занятия у молодых музыкантов и узнала, что же такое секрет успеха – талант или твердость характера. Народная мудрость гласит – не берись за дело, которого не знаешь. Однако для юной героини нашего сюжета Ринаты Пинчук эта фраза, наоборот, звучала как вызов. Когда четыре года назад девушка пришла в детскую музыкальную школу искусств номер один города Бреста постигать азы нотной грамоты, она даже не знала, как выглядит домра и тем более, как звучит. Сейчас музыкант не только освоила домру, но и полюбила ее, а о любви девочке к старинному инструменту говорить не приходится. Его Рината из рук не выпускает. Четыре года назад мне мама предложила пойти в музыкальную школу. Я пошла на прослушивание. И потом, когда звали всех родителей, когда детей прослушали, Ольга Аркадьевна сама вышла к нам. Мне мама предложила либо домра, либо гитара. Ну, я подумала, что гитара сейчас часто встречается, а на домре редко кто играет. Поездка в Вену, центр мировой музыкальной культуры, где жил и творил Моцарт, для юной домриски стала серьезным испытанием мастерства. И хотя для Ринаты Пинчук это не первый тест такого уровня, девушка признается, было нелегко. Волнение, серьезная конкуренция, борьба оказалась нешуточной, но победа всего вышеперечисленного стоила. Выступление удивило жюри изяществом, проникновенностью и особой эмоциональностью. Но венскому триумфу юной домриски предшествовало то, что всегда остается за кадром. Долгая и кропотливая подготовка к конкурсу под четким руководством преподавателя Ольги Кораблева и концертмейстера Татьяны Нуждиной. Рината не только достойно выступила, но и завоевала победу в престижном международном конкурсе фестиваля искусств «Венские звезды-2017». Дети наши очень занимаются, серьезно. Что я могу сказать о Ринате, она очень ответственно относится, очень много занимается. И очень хорошая поддержка родителей. Отдать ей должное, она помимо трудолюбия, она очень усидчивая девочка и вот умеет собраться. Есть талантливые дети, их нужно развивать, нужно обращать на них внимание. И если есть помощь родителей, конечно, это очень важно. Будет результат, всегда будет результат. Конечно, нужны каждодневные многочасовые занятия. Детскую музыкальную школу искусств номер один по праву называют центром культурной жизни города. Зарубежные конкурсы и фестивали для учащихся не в диковинку. Они не единожды и с особым успехом выступали в Бельгии и Голландии, Польше и Германии, России и Украине, Прибалтике. Сегодня в школе трудится большой коллектив единомышленников, людей, знающих и любящих свое дело. Каждый педагог, внося свою лепту в общее дело музыкального воспитания юных талантов, создает фундамент для будущих побед, триумфов и успехов города и страны. Весна – долгожданная пора для активной молодежи и людей более солидного возраста, отдающих предпочтение роллерному спорту. Таковых в Бресте немало. С приходом теплой поры, людей на колесах и в постоянном движении можно встретить во многих местах города с одной только поправкой – там, где позволяет покрытие. Роллерный спорт набирает обороты. Уже сегодня в областном центре две школы, обучающие мастерству. О работе одной из них – об активных роллерах, которые после зимних занятий в закрытых помещениях с задором и азартом выбрались на улицу, расскажет наш корреспондент София Бережная. Сезон активного катания на роликовых коньках для учеников Светланы и Александра Дощуков, заядлых активистов и экстремалов был открыт с наступлением первых теплых дней весны. Только истинный любитель данного спорта понимает, какое это удовольствие тренироваться на открытом воздухе. И хотя в областном центре еще нет специальных площадок для роллеров, маленькие и взрослые не унывают, отдачивают мастерство там, где позволяют условия. В приоритете – излюбленный грибной канал. Пространство есть и есть и крутые спуски. А для обучения сложным трюкам наставники, они же основатели роллера школы, всегда имеют при себе все необходимое снаряжение. Для начала разминка и только потом повторение наработанной программы. Упражнения разных уровней сложности даются им с легкостью. А все потому, что юные роллеры не теряли времени даром. Всю зиму они оттачили отдельные элементы, чтобы потом на практике показать высокое мастерство. Я научился делать трюки на конусах, прыгать на трамплине, но еще многое другое. Не страшно было? Нет. Нет? Большое желание у тебя? Да. Юный роллер посещает занятия вместе с сестрой. К любимому занятию детей пристрастились и родители. К слову, двери школы открыты и для взрослых. Практика показывает пример детей заразителен в хорошем смысле слова. Но руки к Светлане и Александру до щекам нередко приходят мамы и папы. Родители, мамы, папы, бабушки, дедушки, все желающие могут приходить, учиться, заниматься, получать удовольствие и здоровье. Лет пять назад роллеров было очень мало на самом деле. И сейчас смотришь, родители во дворах битцы катаются. Больше и больше становится. Самому маленькому ученику школы три с половиной. Всего обучается катанию более 70 человек. И это лишь небольшая часть тех, кто желает овладеть мастерством. Многие становятся на коньки самостоятельно, и это тоже показатель. Спорт в Бресте востребован, к нему приобщаются от мала до велика. К слову, в семье самого главного тренера роллер-школы тоже растет достойная смена. Молодые родители не сомневаются, сын в будущем пойдет по их стопам. Желание, конечно, проявлял. На тренировке, когда детишек одеваем, то он всегда или помогает, или сам пытается что-то на себя одеть. Пробовали одевать ролики. Еще очень большие ему, еще размера на него как в принципе не существует. Но ему, мне кажется, понравилось в моей деле. Покатали его по квартире. Если пример роллера вдохновил вас на новые начинания, ни секунды не сомневайтесь, стоит ли пробовать встать на коньки. Вместе с адреналином и удовольствием вы получите массу энергии, тонус и приобретете хорошую физическую форму. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Пасха. 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 В преддверии праздника в Свято-Семеновском кафедральном соборе особенно многолюдно. Прихожане не только из ближайших, но и из других районов города спешат в церковь, чтобы помолиться, попросить о помощи, поблагодарить. Нарядное убранство храма, множество зажженных восковых свечей, светлое облачение священников, запах ладана. Воздух в буквальном смысле пропитан приятным предвкушением торжества. Все говорит о том, что совсем скоро будет праздник, во все времена объединяющий разных людей, которые схожи в одном. В осознании того, что это важнейшее событие в религиозной и духовной жизни каждого верующего человека. Благополучие. Надеемся, как всегда, каждый год мы надеемся на лучшее. А в такие дни-то тем более. Пасха – это семейный праздник. К нам приедут бабушка, дедушка с деревни. Мы будем встречать все вместе, да, Полина? Поэтому, ну, как бы, это семейный праздник очень светлый. Конечно, я всех поздравляю. Хочется, чтобы этот праздник всем принес в душу и мир, и любовь, и счастье, что все стали немножечко добрее, немножечко светлее. И, в общем, всего самого хорошего всем. Пройдя большой путь самопознания, освободившись от плохих мыслей, в преддверии Пасхи мы идем в храм, чтобы осветить главное угощение в светлый праздник – пасхальные куличи и разноцветные яйца, символизирующие зарождение новой жизни и тот ответственный шаг, на который пошел во имя спасения человечества Иисус. Это еще одна важная традиция, переходящая от семьи к семье, из поколения в поколение. Все мы находимся в предвкушении радостного события, воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Конечно же, только радостное настроение, только встреча Пасхи имеет место в наших сердцах сегодня, и с этим радостным ликованием мы приходим в храм для того, чтобы осветить те плоды, которые дает каждому из нас Господь Бог. Мы приносим те яства, чтобы уже закончившееся постное время, оно принесло нам радость и нашему телу, и нашей душе. Поэтому с молитвой и с милостью Божией мы будем проводить сегодняшний день. Предпраздничные приятные хлопоты объединяют за работой детей и взрослых. Они дарят удивительную гармонию, ощущение защищенности и близости малышей и родителей. Вообще дети очень любят готовить, любые, даже те, которые не знают, любят ли они готовить. Все равно, когда начинается какой-то мастер-класс, они в творчество в это все превращаются. То есть декор какой-то делают, увлекаются и начинают готовить. Всегда интересно, когда ребенок что-то замешивает, раскатывает, выпекает, и потом у него получается готовая еда. Это не салаты из травинок, которые во дворе каждый ребенок там готовил, или какие-то пластмассовые овощи в игровой комнате, а именно настоящие продукты, настоящая готовка, и тогда уже дети помогают родителям. Это очень классно, когда с семьей собираются, то есть это такая семейная традиция, когда дети вместе с родителями собираются, что-то готовят. И я больше всего хочу именно такую традицию возобновить всеми, потому что чаще всего дети не готовят с родителями. Либо это быстрая какая-то кухня, либо кафе, либо готовая еда. Это классно именно, когда дети это объединяют. Готовились к празднику Светлой Пасхи кондитеры всего города. В предпраздничном меню кулинаров и туриста порядка десяти наименований. Свежие, ароматные, с различными начинками, практически через считанные часы после выпечки, эти кулинарные решения попадают на прилавки магазинов города. Самое главное, что каждый кулич или пирог приготовлен с любовью. На самом деле сегодня много теста и много продукции, потому что все люди закупаются на праздник. Это всемирный праздник, большой праздник. Все люди, наверное, празднуют это. Светлый праздник Пасхи. Он приходит в наши дома вместе с запахом куличей, приятной суетой по украшению яиц и приготовлением самых любимых блюд. Пасха. Она приносит в жизнь каждого человека надежду на светлое будущее, на уверенный завтрашний день. Пасха – это праздник, объединяющий не только семью, но и весь православный народ. Это день, когда торжествуют надежда, вера и любовь. Пасха Христова – это торжество из торжеств. Это торжество нашей веры. Как говорит апостол Павел, если бы Христос не воскрес, то была бы щетна и проповедь наша. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Со всеми этими светлыми днями я торжественно поздравляю каждого из нас. С праздником вас! Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. С чувством глубокой радости и от всего сердца коллектив информационных программ телекомпании БУК-ТВ поздравляет всех берестейцев со светлым Христовым воскресеньем, Пасхой Господней. Пусть каждое мгновение этого божественного дня наполняет сердце благодатью, лаской и упоением. А радость Христового воскресенья побуждает к чистым помыслам и добрым делам. Счастье для души, здоровье для тела, безмятежности для разума. Радуйтесь жизни и ищите в ней только прекрасное, возвышенное и божественное. С праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова